Звезды Дмитриевич, звездам. Ваше резюме по игре и результату. Звезды Дмитриевич, звезды Дмитриевич, звезды Дмитриевич. Я хочу дать слово тренеру команды Будевенник. Спасибо всем болезненным и фанам. Спасибо. Дорогие друзья, к вашим услугам главный тренер БК Донецк Саша Абрадович. Несколько слов по игре, что получилось, что не получилось. В первую очередь поздравляю Будевельника с заслуженной победой. Было видно, что они сегодня тактически были хорошо подготовлены к матчу с нами. У нас главной проблемой стало то, что не было той энергии, с которой мы играли в предыдущих матчах. И вот сегодня проигранный щит, проигранные ничейные мячи. Возможно, это следствие усталости от тяжелого графика. На другой стороне, я не могу сказать, что я разочарован. Это игра, в которой мы решили, кто будет первым. Но, вы знаете, на дальнейшем, она не открыта. На сегодняшний день, да. От результата матча зависело, кто закрепится на первой строчке турнирной таблицы. Но еще долгий путь турнирный, и это не ключевая игра. Для меня, самое важное, это тюждень. Для меня самая важная игра будет во вторник против Фарисов. Так что, вы знаете, мы делали хорошую работу, ротатированные игроков. И, может быть, они готовы, ротатированные игры. С этой точки зрения, хорошо, что более-менее ровно распределили игровое время. Была ротация. И я надеюсь, что это позволит нам сэкономить силы и подойти в хороших кондициях в игре против Фарисов. Ну, со стороны показалось, что Карри и Пустозвонов сыграли не на максимум своих возможностей. Сыграли не лучше своей игры. Я думаю, что это не Карри. Я думаю, что команда не играет на их уровне. Это не только Карри или какой-то игрок. Вся команда не сыграла на своем уровне и не показала тот баскетбол, который может. Ты знаешь, что одна причина — это нас. Первая причина этого — это мы сами. И одна причина — это мы сами. И вторая — это игра соперника. Будивильник действительно вынудил нас совершать ошибки. Есть хоть один игрок, которому не было бы проблем за тренировки? Как ты говоришь? У тебя появляется игроком, с которым ты несет? Как я сказал, это не просто опасно, чтобы уходить в какой-то группе. Баскетбол — командный спорт. И не совсем правильно и корректно выделять кого-то одного. Есть команда, мы проиграли. Кто был плохим и кто не плохим. И это я напоминаю между нами и между ними. Кто был плохим, кто делал ошибки — это мы, когда будем анализировать игру при закрытых дверях в своем коллективе. Тогда я покажу пальцем и говорю, где и кто сделал ошибку. Может быть такое, что игроки держали в голове матч с Адисом и экономили силы? Может быть такое? Я не думаю, что это стало причиной. Я не думаю, что это стало причиной. Я не думаю, что это стало причиной. Скорее это физические кондиции и, опять-таки, тяжелый график, тяжелые переезды. Возвращение из Франции, день опять перелет. Скорее это повлияло. А когда мы увидим Стояновский, которого подписал Донецк? Официально он может играть в Суперлиге. А в Еврокубке? В Еврокубке он может играть в Туисе. Во второй, да? Миша, спасибо. Спасибо вам.